Доброго времени суток, с вами Людмила. Сегодня 17 день, 16 мая, 17 день малоедения, МЕ. И я проснулась в 3.20, сделала зарядки все свои, даже растяжку на полу. Кошка сгибает спину, и там на растяжку. Ноги свои гибкость увеличила, растягивала мышцы. Я почистила зубы с помощью пасты из сожженных корок баклажанов. Приятно ее чистить. Еще немножко содой тоже почистила зубы, остатки зубов. Хочу вырастить новые зубы. Это возможно, я в это верю. Возможно вырастить зубы. Очень много примеров есть, когда спонтанно у людей в возрасте росли зубы. Потом я не пила стакан воды, и йод не пила. Люголя не пила. Может в обед добавлю. Две капли. Я по две капли добавляю. Проснулась бодрая. Поела, позавтракала. В 6.20 начала зеленый чай пить с одним фиником. Потом допила остатки кокосового молока. Гладка 2-3. Съела чайную ложечку кокосового масла. Очень вкусно. Первый раз ем. Так, осознанно. Я с кокосами раньше ничего не делала. И съела 1-2 трети маленького банана. Ну, 10 маленьких кусочков таких нарезанных. Остальное внучке отдала. И то я переела. Надо было кусочков 6-7. Корицей сверху посыпала. Где-то около пол чайной ложечки. Корицы. Я не очень хотела банан. Но корицу как антисептик. Убивающий всяких микропаразитов. Я хотела применить корицу. Вот. И поэтому банан нарезала кусочками. Сверху посыпала. И на завтрак я еще ела свою пасту. Пасту из кокосовой стружки. Меда чуть-чуть. И яблочек. Пюре яблочного. И семян льна. На кофемелке порошок. Все. Эту пасту такую вкусную сделала. Очень вкусно. Может буду делать. Ну, к чаю прям подходит. Она и не сильно сладкая. Мед не буду больше добавлять. Кокосовая стружка сама. Я когда кокос разделала, то она была свежая, еще мокрая. Кокосовая стружка очень полезная. Ее сейчас сыроеды делают из нее тортики. Там кленовым сиропом склеивают, еще что-то добавляют. И такие тортики себе делают. Сладкоежка. Сладкая тянет у тех, у кого есть грибки. И вот у меня как раз ногти на пальцах два вот. И главное, и на том, и на том по два пальчика не очень. Они, там грибок, может, не заразный, потому что никто не заразился от меня. Но он изнутри. Если ногти портятся, значит, грибок в крови. Поэтому я пока применяю нутрицептику, аликоменты, макробиотику. Вот пока зубы почистила соды и пеплом баклажана. Сгоревшим пеплом баклажана или золой. Зола, ну, лучше назвать. А в следующий раз, может, чесноком почищу с имбирем. Добавив каплю люголя. Такая паста тоже интересная. Предложил один блогер. Попробую. Потом. А сейчас я почистила другим способом. Так что вот это на завтрак, что я поела. Банан, паста, финик, кокосовое масло. Я наелась полностью. Ну, я на малоедине семнадцатый день. И я довольна собой. Хотя есть определенные трудности. Конечно, все болячки проснулись мои, которые то ли спали, то ли ждали удобного момента. И я прохожу период адаптации к малоедению. Не ем, что попало. Вот на обед буду есть половина грейпфрута. И белую редьку. Нашинкую на крупной терке. Белая редька до икон. Планирую вот это съесть. Но у меня еще есть манго. Я посмотрю, может, половину манго съем. Если вместится. И получатся и овощи, и фрукты. Кислотный баланс должен быть в норме. И кислоты, и щелочи. ПАЖ, чтобы соблюдать. Вот. Гулять буду два часа. С восьми до десяти. Изучать свои языки. Изучать психоанализ. Астрономию. Изучаю мудрые. Определенные. И очень довольна, что я двигаюсь. Развиваю тело. Развиваю гибкость. Выносливость. Вышла из зоны комфорта. Теперь хожу в любую погоду на прогулки. И в жару ходила. И вот вчера было холодно. Сегодня тоже не очень тепло. Наверное, с севера пришел холодный воздух. Ветер. И заставляю. Организую свое время так, чтобы у меня было время и на прогулки, и на беседы. У меня, в общем-то, сейчас на все время хватает. Я очень довольна. Ну, а здоровье? Мне почти шестьдесят три. И я чувствую великолепно для своего возраста. Таких сильных болячек у меня никогда не было. Но они зарождались. С желудком там, типа панкреатита было. Поджелудочное колола. Печень колола. Так давала себе знать. Но я все время стараюсь вести здоровый образ жизни ЗОЖ. Я старалась, если и срывалась там на какие-то вкуснятины, то это временно. А, в общем-то, я сидела почти всегда на гречке и на каких-нибудь салатиках. Помидоры, огурцы, редька, редис, лук зеленый, укропчик. В последнее время на сыроедении я ела все виды капуст, все виды салатов. Огурцы, помидоры всегда были. Полюбила кабачок молодой. Прям ем сырым. У меня есть еще целая тыква. Надо тыкву есть. Семечки сейчас стараюсь. Тыквенные семечки сырые. По пять штук утром жевать натощак, чтобы какие-то глисты, микропаразиты, ленточные, все уходили, чтобы им было некомфортно. Семечки тыквенные их парализуют. А потом они выводятся через кишечник. Так что мое здоровье идет на поправку. Зрение улучшается, гибкость улучшается, выносливость. Самодостаточность, уверенность в себе. Спокойно стало. Понимаю многое. Разбираюсь уже. Спонтанно так не действую. А сначала думаю, нужно мне это делать или нет. То есть организация режима дня у меня улучшилась. Я успеваю делать все свои дела, до которых у меня руки не доходили. Что-то дома прибираю, выкидываю. Раньше было лень там что-то делать. Это оставляла на потом. Сейчас делаю все это. Но я сейчас говорю утром. Тихий голос, потому что мои все спят. Я потом буду делать днем еще, может, вечернюю прогулку. Каждый день делаю сейчас. И буду еще что-нибудь делать такое полезное для себя. Медитации я делаю каждый день. Одно-две сеансы по зуроастризму провожу. Себе и другим. В общем-то, все хорошо у меня. Я довольна. Желаю вам найти свой путь. И стремиться к нему. Духовного вам развития. Все будет хорошо. С вами была Людмила. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok